Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня поговорим на актуальную тему, вот в это время, про огурцы. Почему на огурцах очень часто много пустоцветов и как с этим бороться? Есть ли какие-нибудь способы, чтобы увеличить количество завязей? Многие жалуются, огурцы цветут, цветы опадают, завязи нет. Сейчас поговорим на эту тему, но я сразу замечу, что такая ситуация, пустоцветы, обычно бывают на сортовых, на простых огурцах. Если вы выращиваете гибриды, самоопыляемые или портонокорпические, то у вас таких проблем не будет. Я вот вам сейчас покажу, у меня вот в этой стороне гибриды, и они, как обычно гибрид, каждый-каждый цветок потом превращается в огурчик. В них это уже заложено, им не нужны никакие пчелы. Другая ситуация у нас с простыми сортовыми огурцами. Сейчас я на другую сторону перемещусь и покажу вам простые огурчики. Вот если простые огурчики, то какие-то цветы, видите, отцвели, превращаются в огурчики. Вот здесь у меня огурчик, тут будет огурчик, вот будет огурчик. А вот это, он сразу, изначально, видите, пустоцвет. И вот тоже пустоцвет. Простые пчелоопыляемые сорта часто нас огорчают тем, что цветочки отцветают, опадают, а огурчиков нет. Но я понимаю, когда такие огурцы растут, вот как у меня в теплице, и на улице у нас сейчас стоит пасмурная погода, у меня закрыты все двери. Здесь ясно, что нет пчел, естественно, нет никакого опыления, нет оплодотворения, нет завязи, цветы отцветают и опадают. Это все ясно. И если длительный период будет стоять такая погода, то будет мало завязи и будет много пустоцветов. Но это особенности сорта, без пчел они не опыляются, это всем ясно. Но если стоит хорошая погода, например, в теплице открыты двери, здесь жужжат пчелы, или еще лучше, если огурцы высажены на улице, и проблем ни с опылением, ни с оплодотворением нет, а все-таки пустоцветы отцветают и опадают, почему это происходит и как можно исправить эту ситуацию? Что делают в этих случаях опытные садоводы? Сейчас будем разговаривать на эту тему. Так, вот одной из первых причин специалисты называют свежие тома, свежие семена огурцов. Что это значит? Это значит, что если вы в прошлом году собрали семена огурцов и нынче посадили, то скорее всего у вас будет очень много пустоцветов. Углубляться в эту тему не будем, просто воспринимайте это как факт. Если вы соберете нынче семена со своих огурцов, на будущий год лучше их не садить. Пусть они год-два полежат, они почему-то становятся качественнее и у них меньше пустоцветов, когда они на отлежке побудут год-два. Огурцы не теряют свои свойства с годами, а еще больше качественнее становятся. Вот это называют одной из причин. Эта причина не очень понятная для многих садоводов, но она есть. Понятная причина это загущенные посадки. Это называют второй причиной, когда вот например в теплицах или даже на улице загущенные посадки, или томаты, ойти, огурцы высаженные в места, где бывает затенение, то в этом случае тоже появляется много пустоцветов. Я вот сразу скажу про свои. У меня тоже загущенные посадки. Вот видите, если эта сторона у меня еще на солнце, то этой стороне уже тень от первого ряда, она падает. Поэтому я не удивлена, что у меня здесь тоже много пустоцветов на простых сортах, на негибридных. Ну и как исправлять ситуацию, если все-таки у нас много пустоцветов, что делать? Ну во-первых, если огурцы на улице или если хорошая погода, нужно конечно привлекать как можно больше пчел. Опытные садоводы и опрыскивают свои посадки огурцов сладкими растворами, меда, сахара, и опрыскивают всякими бутонами, завязью. Но есть еще один очень распространенный способ влиять на количество завязей огурцов. Это содовый раствор. Он очень распространен и многие опытные садоводы его применяют. Две столовые ложки соды пищевой растворяют в 10 литрах воды и поливают под корень огурца до цветения по одному стакану на один огурец. И потом во время цветения. И многие утверждают, что этот метод очень хорошо работает. На огурцах становится меньше пустоцветов и больше завязей. Но проверить эффект от каждого из способов, которые я называю, вы можете только сами, попробовав это на себе. Еще один метод, который может увеличить количество завязей, это формирование. Для того, чтобы больше было женских цветков, а это уже научно доказано, что они образуются больше на плетьях второго порядка и третьего, делают так, прищипывают центральную ветвь над четвертым-пятым листом и это стимулирует образование боковых побегов второго-третьего порядка. Вот на этих-то, на боковых побегах обычно бывает меньше пустоцветов, а больше вот таких вот с завязью, с огурчиками. Вообще методов, которые всяких и народных, и по формированию, по опрыскиванию, по подливанию, по подкормке для увеличения завязей очень много. Сейчас я рассказала вот о нескольких, следующее я буду рассказывать в следующем видеоролике. Но я вам сразу скажу, что вам никто не даст, вот даже я не могу сказать точную гарантию, я не могу сказать вам, поливайте содой и все будет нормально. Каждый способ огородник испытывает на себе сам. Попробовали вот этот метод, не понравилось, никакого улучшения нет, на будущий год попробуйте еще что-нибудь. И вот так, методом проб и ошибок, так каждый человек находит для себя метод, единственно верный, самый эффективный, хорошо работающий именно у вас, на ваших огурцах, на вашем участке. Пробуйте, экспериментируйте, и через несколько лет, я уверена, у каждого из вас получится выращивать идеальные огурцы, получать богатый урожай. Растения все разные, все очень капризные, и нужно находить для них подход. Надеюсь, что через какое-то время все вы научитесь, как выращивать огурцы, что с ними делать. До свидания, желаю всем хороших урожаев. Для огурцов, конечно, немаловажно, теплая погода и солнце, это 50% хорошего урожая. Но если погода плохая, то нужно как-то что-то помогать им. Способы разные будем рассматривать в течение всего лета. Вот сегодня пока посмотрите, как это видео, и ознакомьтесь вот с этими методами про формирование, про опрыскивание и про подкормку содовым раствором. До свидания. Как всегда, закончу приглашением. Заходите на мою страницу, если хотите прочитать статьи про описание сортов, про борьбу с насекомыми, с болезнями. Добавляйтесь, друзья, принимаю всех. Всем друзьям рассылаю все видеоматериалы, все свои статьи, заметки, фото. Заходите. Набирайте Ольга Чернова, город Биск, Алтайский край. Все. Субтитры сделал DimaTorzok